Ну, в Алтайском крае на самом деле тоже свобода выбора, и она совершенно реальная. И на самом деле здесь стала хорошей традицией проводить зональные агроконференции, на которой наши аграрии встречаются с отраслевой наукой, в которых непосредственно участие принимает и министерство, и министр сам принимает, как я понимаю. И, Александр Николаевич, к Вам вопрос. Вот эти аграрные конференции, которые прошли, они повлияли, они такой метод управления деятельностью. Люди поняли Ваши намеки и двигались ли дальше? Петрович, вопрос принят. Ну, прежде всего хочу, конечно, поблагодарить, что даже в такие неблагоприятные условия проведения нашего Дня Поля у нас приехало, ну, я считаю, рекордное количество представителей из других регионов, поэтому я очень Вам благодарен, что Вы посетили нас, нам очень это приятно. Я соглашусь с своим коллегом Красноярским краем, который проголосовал, что есть проблемы в продовольствии и безопасности, я прекрасно это понимаю, что я тоже против диспаритета цен, но, с другой стороны, потребители, которые на сегодняшний день имеют 56 рублей по масличным культурам, да, они тоже со многим не согласны, поэтому я поддерживаю, но мне тоже не нравится, что и техника выросла, и запасные части, и дистопливо, и так далее, и так далее. Я считаю, что это тема не сегодняшнего разговора, а она имеет место быть однозначно, поэтому спасибо за голосование. То, что касается Вашего вопроса, конечно, агрономические конференции мы уже проводим 14 лет, мы их проводим практически со всеми сельхозтаропроизводителями Алтайского края, раньше мы их проводили по 10, по 6 районов собирали, 60 районов у нас, да, но затем все-таки приглашали вся ведущая наука, которая здесь на сегодняшний день присутствует, наша вся профессура Алтайского сельскохозяйственного института ФАНСА принимала в этом участие. Главная задача наших агрономических конференций – не научить кого-то, а донести информацию. И последние годы мы очень серьезно информировали сельхозтаропроизводителей, как ни странно, о наших балансах, потому что только от баланса на сегодняшний день зерновых культур и переходящих осадков на начало сельхозгода, на 1 июля, зависит от того, какая структура посевных площадей должна быть. Этим мы занимаемся уже 14 лет, да, и последние 5-7 лет мы достигли очень хороших результатов, что наши сельхозтаропроизводители нас стали понимать. Прошу прощения о науке, как сеять, что вносить и так далее, это присутствует, потому что конференция у нас проводится по 6-8 часов с аудиторией в 400-500 человек. Каждая аудитория составляет. Мы с Александром Николаевичем выступаем в течение часа. Я как раз выступаю с вопросами баланса и маржинальности. Как на сегодняшний день доказать сельхозтаропроизводителю, что в принципе необходимо? А это баланс. Если посмотреть, допустим, по балансу зерновых, три года, а особенно 2017-2018 год, у нас в балансе было практически переходящие остатки 2,7 миллиона тонн. И баланс годовой был 7,6 миллиона тонн. При нашей потребности 3,8-4 миллиона тонн в год. Это вся переработка, 80%, которые мы в принципе выносим и на региональные рынки. Ну плюс свои там семена и так далее, и так далее. 4 миллиона, 7,6. Двухгодичный баланс. Профицист зерна к чему приводил? О том, что зерно в принципе стоило ниже себестоимости. Поэтому, рассказывая сельхозтаропроизводителям на каждой конференции, каков у нас сложился баланс, а у нас комфортный баланс, в принципе, переходящие остатки на 1 июля не должны превышать 1 миллион, 1 миллион 100 тысяч. Если превышает больше, цена падает. Никому это не надо. И как говорил Райкин, помните, может быть, про дефицит у него был такая юморез, который говорит, пусть все будет, пусть будет изобилие, но пусть чего-то не хватает. И поэтому наша задача, как ни странно, мы работаем для сельхозтаропроизводителя вместе с ними. Пусть все будет, но пусть чего-то не хватает, пусть будет дефицит чего-то. Или ровно, или дефицит, чтобы сохранить сельскохозяйственное производство. Поэтому при комфортном миллионе, миллионе 100, мы говорим, что да, нам надо 4,3 миллиона собрать в год, и поэтому мы к этому стремимся, И, имея такой профессит раньше, мы очень серьезно пошли на маслечку. Очень серьезно. Мы ее практически за 10 лет увеличили на миллион. У нас на сегодня миллион 200 тысяч гектаров маслечки. И мы будем ее увеличивать в стратегии до 1935 года. У нас ее практически полторы тысячи тонн. Мы хотим около двух миллионов маслечки делать. Высокомаржинальной, нормальной. Мы очень пошли последние годы серьезно. За три года мы работаем с Николаем Сергеевичем, добиваемся, чтобы в степи было больше льна маслечного. Почему? А потому что уже все пределы подсолнечника там перенасыщены. До 50% в структуре севооборота подсолнечник в западной, восточной Кулунде и Приолейской. Это не соответствует нормальному севообороту. Поэтому мы хотим маслечкой, именно льном, заменить, не заменить, а прекратить рост, а добавить маслечки льна. Мы сделали, мы посмотрели технологии, которые возможны. Мы посмотрели, что здесь, возможно, не знали же, что с пожненными делать. Мы сделали опыты и провели о том, что это можно сделать с применением элементов наутила врезанием диска пшеницы там или любой другой культуры после маслечки. После вот этих опытов и доказаний о том, что у нас на сегодня по маржинальности западная и восточная Кулундая, Приолейская, рентабельность и эффективность, ну то есть выхлоп с гектара, будем говорить, льна маслечного в полтора раза, до полутора раз выше, чем подсолнечник, мы переломили ситуацию. У нас резко сократился рост подсолнечника и в этом году только за один год на 40 тысяч гектаров увеличился лен. Поэтому мы ведем вот эту планомерную работу и пытаемся доказать не просто на пальцах и на чем-то, а доказываем о том, что структура и эффективность будет зависеть в принципе каждый год от рассмотрения, серьезного рассмотрения балансов, годовых балансов и остатков на начало сельхозгода. Спасибо. Спасибо большое. Александр Николаевич, еще один короткий вопрос. Все-таки вот дожди-то пошли, что будем ждать? Прогнозы делать вредно, но хочется, потому что... Прогнозы делать вредно, мне многие звонили. Как будет проходить день поля, некомфортные условия. Но я сказал, что мы готовы пожертвовать днем поля ради дождей, которые в некоторых районах в виде дождевых осадков прошли впервые с 1 января 2021. А в Кулунге-то дождь пошел, нет? Ну, будем так говорить. 7 миллиметров? 6-7 миллиметров выпало уже везде. Это недостаточно, но было бы хуже, если бы этого не было.